приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня у нас с вами друзья 19 сентября сегодня с вами вторник не достаточно прекрасный чудесный день обращаем ваше внимание что сегодня у нас с вами денежный день поэтому обязательно сегодня в любое время умойтесь молоком и скажите определенные магические слова приглашайте изобилие достаток и благополучия в свой день кроме то в свою жизнь и и обращаем в кроме того ваше внимание что сегодня еще и великий праздник михайлова чудо давайте более подробно далее проговорим что же нам ожидать от этого дня какой совет арк рекомендацию даст нам архангел михаил и также конечно же поделимся с вами определенными советами и рекомендациями на этот день не так друзья сегодня 19 сентября сегодня у нас с вами вторник растущая луна обращаем ваше внимание что сегодня 5 6 лунные сутки и луна у нас сегодня с вами знаки зодиака скорпион но это не повод грустить и думать о том что скорпион может повлиять на нашу жизнь помните о том что главное настроиться на позитив главное думать только в положительном ключе и вы увидите как ваша жизнь будет меняться конечно же не все происходит в одну минуту в одну секунду над любой сферой своей жизни вам нужно работать но правильно поставить цели и начав идти шаг за шагом вы увидите как у вас все получится дело в том что этот день на папа настроена то чтобы вы планировали какие-то перемены в своей жизни при этом это перемены могут быть связаны с любой сферой жизни это может быть и работа это может быть связано и деньги это могут быть связано с личной жизни но обращаем ваше внимание что сегодня важно не действия в этот день а именно планирование поэтому день более будет благоприятен для людей которые умеют все взвешивать и обдумывать заранее поэтому если вы легкомысленный человек или всегда смотрите на свои эмоции вам скорее всего этот день нужно становиться более мудрее более терпеливее да возможно это иногда сложно но вы должны понимать это что каждый человек он сам может прийти к тем или иным моментам или событиям например вы все время всем недовольны задайте себе вопрос а почему так происходит что у вас именно раздражает вашей жизни как правило раздражает это люди которые вашем окружении которых что-то есть лучше и интереснее ярче чем у вас соответственно нужно подумать как вы можете привнести это в свою жизнь но уже в лучшем фокусе в лучшем формате да над этим нужно работать но зная когда вы начинаете стремиться и начинаете реализовывать свою ту или иную цель или иную задачу то вы увидите что у вас как это все будет прекрасно получаться поэтому не стоит расстраиваться и переживать и думать о том что одним везет а вам не повезло это не так вы должны понимать о том что каждый человек который пришел в этот мир по умолчанию он счастливый он здоровый он богатый но многие люди игнорируют те знаки те подсказки которые приходят свыше от вселенной просто одни умеют их читать али умеет одни чувствовать и умеют развиваться двигаться дальше а другие считают что кто-то должен все это дать преподнести и так далее если у вас вот именно такое восприятие мира то давайте вы будем постепенно по чуть-чуть менять и ваша жизнь также начнет и преобразовываться даже вы увидите в своем окружении появятся новые люди а те люди которые тянули вас назад которые несли вам негатив сплетни ссоры они начнут уходить на второй план и в какой-то момент просто на все вообще могут исчезнуть кроме того еще раз акцентируем ваше внимание на том что сегодняшний день отлично подходит для кардинальных изменений во многих сферах вашей жизни но помните о том что это должно происходить не за счет поиска новых возможностей а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся кроме того этот день это день проверки на верность принципам и вашим взглядом в этот день удается все но нужно проявлять активность нужно проявлять уверенность а если же присутствуют сомнения то лучше отложить решение важных вопросов на других на другой день так как нерешительность может вам создать лишние проблемы вообще учитесь быть решительными да это сложно многие думают о том а что обо мне скажут другие люди как мне надо поступить а поступайте как вы считаете важным и нужным а то что другие скажут но люди все равно будут всегда говорить и вы не сможете людям закрыть всем рты даже если вы будете все всем делать идеально всем улыбаться делать комплименты и так далее и так далее потому что есть люди которые всегда всем недовольны вы даже видите наверное это в своем окружении поэтому не обращайте внимания а забывайте что такое нерешительность что такое неуду неудобно у них хорошо знаете каждый человек он может задавать вопросы даже если что-то не понимает и попросить объяснить в самый простой пример вы встречаетесь например с юристом и просите платить деньги чтобы он решил какую-то вашу ситуацию или вашу проблему ну например юрист он всегда используется по свои какие-то профессиональные слова но вы-то на юриста на адвоката не учились соответственно вы не понимаете многие моменты что это значит значит что вы можете вы можете попросить чтобы вам объяснили что это значит а что это значит а какие сроки а почему это так происходит А какой закон? Да, тут скажут, что вы слишком дотошны, но вы платите деньги и вы имеете право знать от сих до сих. Поэтому это нормально. Поэтому не бойтесь. Чем больше вы знаете, тем вас сложнее обхитрить, обмануть или вести вокруг пальца. Старайтесь сегодня в этот день больше уделять делам, которые вы еще не завершили. То есть те дела, которые были начаты, например, в начале той недели или в начале конца недели. И вот сейчас вам их нужно обязательно завершать. Кроме того, обращаю ваше внимание, что сегодня люди не готовы будут к компромиссам. Поэтому будьте внимательны в обращении также с людьми. Кроме того, то, что сегодня теряется, потом не находится никогда. Поэтому подумайте о том, что если у вас что-то потерялось в жизни, возможно, так и должно быть. Но в тот же день, этот день неблагоприятен для ведения финансовых дел. Поэтому все вопросы, связанные с деньгами, вам лучше решать в другое время. Но вот сегодня отдавать долги, это очень благоприятно. Даже если у вас нет всей суммы, отдайте хотя бы какую-то часть. Вы таким образом показываете энергии, что вы готовы возвращать долги и готовы это делать с легкостью. Вы увидите, как со временем в вашей жизни начнут появляться новые источники дохода. Но вы должны понимать и то, что эти новые источники дохода вам предложит вселенная. Не ваша задача, их вот это, знаете, многие люди. Ой, мне сказали, что у меня появятся деньги. Откуда же не появятся? А как же не появятся, если у меня одна пенсия, у меня одна зарплата? Забывайте об этом. Пожалуйста, доверяйте вселенной, доверяйте высшим силам, доверяйте своему ангелу-хранителю. Они всегда дают такие варианты, что иногда диву-дивуешься. Но вы должны понимать, что, знаете, у каждого есть свои права и есть свои обязанности. У вас есть обязанность мечтать и идти потихоньку шаг за шагом. На вашем пути будут появляться те или иные моменты, и ваша задача это принимать или от этого отказываться. Помните, пожалуйста, об этом. Также сегодня очень важно проявлять свои чувства, свои эмоции. Вы знаете, это будет и уместно, и вас будут сегодня понимать правильно. Также, если вас в вечернее время приглашают на свидание, соглашайтесь, потому что это свидание пройдет достаточно ярко, хорошо и, возможно, со временем приведет к достаточно таким важным событиям в вашей жизни. Что же касательно здоровья, то болезни, которые дают о себе знать в этот день, ни в коем случае нельзя игнорировать, так как последствия могут быть весьма печальны. Следует обратить внимание сегодня на баланс употребляемой пищи. Нельзя голодать, но нельзя в этот день и переедать. Обратите на это особое внимание. Вы знаете, сегодня наиболее предпочтительное в употреблении это молоко, это творог и это мед. Не забывайте сегодня провести практику с молоком. Из-за того, нужно молоком умыться, но об этом мы поговорим немножечко позже. Что же касательно стрижки волос, то сегодняшний день очень благоприятный для стрижки и ухода за волосами. Стрижка в этот день способствует увеличению благосостояния, а прически, сделанные в этот лунный день, буквально притягивают деньги на протяжении всего последующего лунного месяца. Обращаем на это ваше особое внимание. Также обращаем ваше внимание, что если вам сегодня тяжело, вас что-то сильно раздражает, не взваливайте тяжесть на близких и окружающих, а примите происходящее как данность. Возможно, вы замечали, есть такие дни, когда что бы вы ни делали, как бы вы ни стремились, с кем вы ни общались, у вас ничего не получается. Все падает из рук, все идет как бы, знаете, в тупик. А есть дни, когда, вот что бы ни взялись, но вот достаточно легко идет. Поэтому, если вы чувствуете, что вам сегодня тяжело, у вас что-то не получается, не стоит рвать сердце. Наоборот, подумайте о том, как вы можете изменить свою жизнь, что бы вы хотели сделать. Это очень важно в этот день. На что еще мы рекомендуем обратить в этот день? Это общение с начальством. Сегодня старайтесь всеми своими силами избегать общения с руководством, с вашим непосредственным начальником. Максимально это как погода, но как погода, мода, но ни в коем случае не обсуждайте какие-то рабочие глобальные моменты. Да, если у вас сегодня совещание, на котором вам нужно что-то обсуждать, обсуждайте, но не становитесь лидером, не рассказывайте о каких-то планах. Почему? Потому что буквально завтра-послезавтра это все изменится, и, как говорится, вы зря говорили. Что же касательно смены места работы? Сегодня также один из самых неподходящих дней для смена рододеятельности. Обращаем на это ваше внимание, поэтому если вам сегодня даже обещают золотые горы, вы можете пройти собеседование, но принимать решение, будете ли вы там работать или нет, не спешите в этот день. Буквально день-два, и перед вами откроется другая картинка. Также сегодня не стоит заниматься недвижимостью, лучше подумать, лучше отложить до лучших времен. Что же касательно зачастия, сегодня неблагоприятный день для зачатия, рекомендуются умеренные физические нагрузки, а вот домашние дела сегодня лучше вообще не заниматься, даже в вечернее время. Что же касательно снов, то если вам снится дорога, движение, у вас все хорошо, если вам снится что-то плохое, это предупреждение, что надо обратить вам внимание на свое здоровье. Вот такой, друзья, у нас с вами день по лунному календарю. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 19 сентября. Вы знаете, сегодня, 19 сентября, выпала карта, которая звучит следующим образом. Не спешите принимать решение. Итак, о чем эта карта говорит? Карта говорит о том, что вы сейчас спешите, вы не видите всей картины, а это значит, что приняв решение сегодня, сейчас, именно 19 сентября, потом вы будете расстроены и будете удивлены тому, потому что появится новая информация, которая заставит вас переосмыслить и передумать те или иные моменты. Поэтому, чтобы такого не было, старайтесь сегодня не форсировать никакие события. Вот происходит что-либо в жизни, да, прекрасно, да, чудесно, но сам принимать решение сегодня не стоит, потому что, приняв, поспешив, вы, поспешив и приняв решение, не все обдумаете, и это может привести вас потом к каким-то не очень хорошим ситуациям. Также сегодня не спешите в новых отношениях. Да, одно дело, когда вас приглашают на свидание, на встречу, другое дело, когда вы звоните, стараетесь заставить вашего ухажера, чтобы он как можно быстрее принял решение, пригласил вам, делал подарки и так далее. Вот этого сегодня делать не стоит. Также старайтесь в этот день исследовать все ваши возможности, все ваши альтернативы, которые есть в вашей жизни. Иногда это сложно, но вы должны понимать, что человек, он разумный, а значит, он может думать, мыслить и искать те варианты, которые будут для человека более приемлемы. Также не подпадайте сегодня под давление других людей, потому что такие люди думают только о себе, и, соответственно, будут вам рассказывать настолько все ярко, красиво, интересно, что вы можете не обратить внимания и в конечном итоге потерять то, что у вас есть в жизни. И молитва, которую мы рекомендуем вам сегодня прочитать, звучит следующим образом. Архангел Михаил, помоги мне быть сильным и расслабленным, приближаясь к этой ситуации. Напоминай мне, что нужно отчуждаться и отступить назад, представляя возможность ситуации разрешиться без моего вмешательства. «Спасибо, что защищаешь меня». Напоминаю всем, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Не забудьте, пожалуйста, сегодня хотя бы один раз прочитать. Ну и как мы говорили сегодня, ввиду того, что сегодня денежный день, прибыльный день, плодотворный день, обязательно умойтесь сегодня молоком. Эту практику вы сегодня можете провести в любое время, когда вам будет удобно. Главное, чтобы вы были в хорошем расположении духа, в прекрасном настроении. Если у вас дома есть святая вода, вы можете в это молоко капнуть несколько капель святой водички. И перед тем, как умываться этим молочком, скажите следующие слова. «Молоко силой обладает, деньги привлекает, свое финансовое положение меняю. С этого момента денежных проблем не знаю я». И умойтесь. И пусть это молочко у вас высохнет на лице. А уже в вечернее время, когда вы будете умываться, обязательно это смойте. Вот такой, друзья, у нас с вами день 19 сентября. Мы всех поздравляем с великим праздником, праздником Михайлова Чуда. Желаем всем мыслимых и немыслимых благ. И услышимся с вами уже буквально в следующем видео.